Компания Ford представила новый кроссовер Ford Kuga 2024 модельного года для Европы, который получил обновление в середине генерации. Впервые Kuga получает комплектацию Active, а плагин гибридная версия стала более быстрой и способна проезжать до 69 километров на электротяге. Новая комплектация Active имеет дополнительную пластиковую облицовку кузова и серебристые накладки. Кроме того, такой кроссовер на 10 миллиметров выше спереди и на 5 миллиметров сзади. Ford также добавил версии Active ездовой режим Trail, улучшающий реакцию дроссельной заслонки и контроль тяги для улучшения сцепления вне асфальтной дороги. В линейке двигателей больше нет дизельных двигателей. Базовая версия получила турбированный полтора литровый двигатель ЭК-буст мощностью 150 лошадиных сил, передаваемый на переднюю ось через шестиступенчатую механическую коробку передач. Этого достаточно для максимальной скорости 195 километров в час и разгона до 100 километров менее чем за 10 секунд. Расход топлива составляет от 6,2 до 7,3 литра на 100 километров. Над ним располагаются два гибрида первый с 2,5 литровым бензиновым двигателем и электромотором без ступенчатой автоматической коробкой передач. Этот гибрид без возможности внешней зарядки. В переднеприводном варианте его мощность равна 180, а полноприводная версия имеет 183 лошадиных сил. Расход топлива с двумя ведущими колесами от 5,3 до 6,2 литра, а полноприводной версии равен от 5,7 до 6,4 литра на 100 километров. Оба варианта развивают максимальную скорость 196 километров в час. Завершением модельного ряда является подключаемая гибридная версия, которая также базируется на 2,5 литровом бензиновом двигателе, который теперь развивает суммарную мощность 243 лошадиных сил и в данном случае доступна только с полным приводом. Благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 14,4 киловатт часа максимальный запас хода на электротяге составляет 69 километров. В электрическом режиме Kuga способен развивать скорость до 135 километров в час, а максимальная скорость составит 200 километров в час. Разгон от 0 до 100 километров за 7,3 секунды. Еще одна интересная деталь, подключаемый гибрид Kuga и просто гибрид с полным приводом имеют новую автоматическую коробку передач с разделением мощности, позволяющая увеличить нагрузку на прицеп на 30 процентов до 2300 килограммов. Как и ожидалось, Kuga в 2024 году перейдет на информационно-развлекательную систему Ford Sync 4 с 13,2 дюймовым сенсорным экраном с облачной навигацией и голосовым управлением, включая естественное распознавание на 15 европейских языках, цифровая приборная панель на 12,3 дюйма. Еще одной деталью остается круглый рычаг переключения передач. Отныне управление кондиционером также будет осуществляться через центральный экран. В салоне Kuga Active получает отделку из темного дерева на приборной панели и дверных панелях, а также эксклюзивную обивку сидений, регулируемых в 18 направлениях. Заднее сидение можно перемещать в длину на 15 сантиметров, обеспечивая увеличение багажного отсека, который равен от 412 до 553 литров в зависимости от версии. Если сложить спинки, объем увеличивается до максимальных 1534 литров. В Европе Kuga 2024 модельного года также будет доступен в комплектациях Titanium ST-Line, каждая из которых имеет небольшие изменения в стиле по сравнению с версиями дорестайлинга. Что касается цветов кузова, к привычным вариантам присоединяются новые цвета Desert Island Blue и Biorsten Green. Габариты кроссовера. Длина 4615 и 4645 мм у версии Active, ширина 1882, высота 1689, колесная база 2711 мм. Колесные диски от 17 до 20 дюймов и представлены пятью новыми дизайнами. Рестайлинговый Ford Kuga должен быть доступен для заказа через несколько недель, а поставки дилерам и клиентам ожидаются с весны. Цены производитель пока не раскрывает. Бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. ранее начинался с 36 250 евро. До фейслифтинга стоимость полного гибрида составляла 41 400 евро, а подключаемого гибрида – 43 750 евро. На данный момент одним из самых больших конкурентов для Ford Kuga на рынке Европы среди небольших кроссоверов является Volkswagen Tiguan, который недавно прошел фейслифтинг. Достаточно ли обновлений, чтобы Kuga оставался конкурентоспособным на этом рынке решать покупателям? Спасибо за просмотр! Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале!